доброе утро дорогие друзья посмотрите какая у нас сегодня мерзлая погодка я проснулась открыла занавеску посмотрела за окно и смотрю вот такая картина к нам возвращается зима морозы в общем все заморожено снежок видимо ночью было а вот она эта мадам вот она за птицей гоняется я ее сейчас должна позвать потому что ей надо дома сидеть я собираюсь на работу и до по утрам ее выпускаю еще на час полчаса вот пока собираюсь детей отправляю отпускаю ее на улицу и вот у нас в общем друзья такая погода сегодня морозно но я пять минут даже постояла на улице нами ком нами в общем значит не голодная в общем да еду на работу и сейчас приедет моя сестренка заберет меня и мы едем выезжаем на автобан будем осторожны потому что уже два дня подряд аварий на автобанах из-за гололеда или не знаю за чего но дороги не безопасны и так друзья все желаю всем хорошего дня и мы увидимся еще и на автобанах из-за гололеда познакомиться с thumbs up если в земле бывает я Being the облом —uk Продолжение следует... 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 уже просто для чисто для уюта друзья ну вот как с ней вязать как с ней думать как с ней вязать если ей только играть одни игры в голове когда я вязать то буду так мои дорогие рукодельницы собралась я еще раз провести отчет поверите да а отчет о чем о продвижении моего процесса как вы видите дорогие рукодельницы я выбрала узор номер 2 и мне он к этому изделию больше ополя нет 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 вот посмотрите это разве нормально это разве нормально почему кусаешь маму так а посмотрите как она меня кусает зубы точишь зубы точишь на моих костях ну-ка ставь это уже больно это уже больно он посмотрите это уже более он пожалуйста нет нельзя на кусай на кусай уж ты какая ох на улицу выпускаю ее она то забежит то выбежит то забежит ты меня уже оставь в покое мадам спать не хочешь еще иди спать иди спать нет 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 ей скучно ну подожди сейчас придет мой сын сейчас придет он тебе жару даст вот значит тебе жару надо да да друзья кстати у нее выпал зуб я очень удивилась я не знала что у кошек тоже молочные зубы и они выпадают один зубик прям у нас и в глазах у нее выпал тоже при игре бы так она играла и зуб потеряла эти моя вот такая у нас игривая мадам ей играть и играть а вязать а когда вязать будем ты меня в покое оставишь или нет и вязать будем или нет зрители же ждут вязать будем или нет мадам только начну что-то вязать разложу свой процесс она тут как тут-то у ляжется на него то начинает мне мешать так но все поиграли хватит нами дай мне объяснить и уже продолжать свои действия друзья у меня будет снова распуск коротко скажу почему потому что слишком же вышла я на широкую ширину дубль номер два друзья это мадам уснула теперь можно и снимать накусалась поигралась теперь баньки и так дорогие рукодельницы хочу в первую очередь вас поблагодарить за ваши отзывы за ваши комментарии за вашу обратную связь на последнем в последнем видео об этом процессе я спрашивала вас о каком знать какой узор я выберу для этого кардигана и я остановилась на узоре номер два как вы видите потому что узор номер один получается очень объемным он вяжется по принципу английской резинки просто в шахматном порядке и между между резинкой вывязывается изнаночный ряд очень простой узор красивый для объемных изделий так как мне объемных объемного кардигана в моем случае не нужно я остановилась на узоре номер два для некоторых показался он более женским да но я вижу в нем универсальность этот узор можно под связать до подобрать как для мужского изделия так и для женского я ну вот на мой взгляд тем более зависит все от пряжи да у меня пряжа более темное если взять конечно нежные тона пряжи будет красиво также смотреться и женское изделие кардиган джемпер кофта и так далее я решил обязать этим узором и друзья сейчас вот эта проделанная работа будет у меня идти снова в роспуск почему по потому что мне не нравится ширина спинки я в сомнениях хотя по образцу и по образцу видите когда вяжем маленькие образцы не можем все равно до конца определиться ну можно быть вычислить до сколько петель в одном сантиметре в десяти сантиметров это да но все равно когда мы вяжем большую большую деталь все равно картина немного выглядит по-другому вот такие у меня образцы большими которые я вот смело распускаю я не могу оставлять изделия так процесс если у меня внутреннее чувство подсказывает что-то идет не так вот в этом случае у меня так есть снова друзья будет роспуск в этот раз потому что снова не попадаю в ту ширину которая мне нужна теперь у меня на резинке сто двадцать петель резинка меня устраивает при растяжении она будет немножко только раскрываться этого я хотела но после резинки мне нужно теперь убавить восемь петель это два раппорта на два раппорта на 2 вот таких вот дампи вот эти два переплетения это два раппорта вот одну несколько сантиметров я буду от ширины спинки убирать и вязать уже по уже до распускать не вязать раз-два и за две минуты все распустила вся моя работа но ничего страшного друзья вот она мадам уснула удобненькому в общем сейчас я убавляю в изнаночном ряду убавлю 2 раппорта это 8 петель при узоре у меня несчетное количество петель поэтому мне нужно правильно сейчас сделать убавки правильное количество число все данные я вам потом еще скажу если остановлюсь на этих расчетах и покажу провяжу сейчас изнаночный ряд это у меня изнаночная сторона провяжу изнаночный ряд и в этом изнаночном ряду сделаю убавки и с лицевой стороны уже начну вывязывать узор спицами номер пять так всем огромный привет дорогие друзья как вы заметили я делаю прогулку у нашего озера какая благодать холодно на улице свежо но красиво воздух свежая разминка для всего тела для души для глаз особенно вязальщицам прохожу мимо вот увидела здесь висит птичий домик кормушка и птичка в нем ест у нас есть такие кормушки но часто встречаются такие кормушки люди покупают вот такие вот такое пшено птичкам ставят туда и они клюют разлетелись наверное слишком близко подошла здесь очень огромные деревья я их обожаю красиво сегодня воскресенье люди гуляют видно еще снежок немножко остался но уже тает какая здесь лесопосадка огромное дерево огромные огромные деревья камера конечно не берет так красота люди после обеденной паузы ходят прогуливаются кто-то был в гостях наверняка вот встречаются прогуливаются воскресный день обычно посвящается вот своим личным до таким делам по ну как личным посетить родственников бабушку дедушку у кого как тети дяди вот прогуляться на природе очень да я рада и благодарна что у нас есть такое место рядом недалеко озеро где можно вот просто пойти ну и отключиться до умственно от виртуальной от всей повседневной жизни прогуляться на природе здесь у нас плавают дикие утки лебеди тоже есть но их сейчас не вижу я не знаю где лебеди зимой находится остаются ли они здесь в общем здесь очень много сортов птиц все названия их я не знаю у нас кстати здесь еще есть дикий парк там можно смотреть животных там дикие животные как як ну вот эти вода як я уже как-то из моих влогов показывала я не впервые здесь я прогуливалась с вами там дикие свиньи там косули в общем разных видов животные дикие животные и это место именно так называется дикий парк вот много сюда приходят семей с детьми прогуливаются смотрят это вот по ту сторону если туда идти так но я пошла друзья быстрым шагом по всему озеру вокруг озера обойти это пять с половиной километров и я делаю сейчас круг хотелось сестренкой но она пас пошла на фитнес-студию сегодня заниматься и поэтому решила все равно 1 1 прогуляться на свежем воздухе сын не захотел ну вот а я ждать не собираюсь до пока все захотят или смогут надо просто брать и идти посмотрите я увидела сейчас на поле дикие гуси целое поле диких гусей серые большие гуси таки не знаю камера берет или нет но вот камера не берет к сожалению хочу фокус а вот фокус итак друзья я уже хорошо продвинулась вот хотела вам показать что здесь помимо но того что можно прогуливаться очень много есть таких уголков с разными мероприятиями но можно что-то предпринимать да вот здесь допустим летом проходят разные игры ставятся столы стулья то есть это как кафешка тоже типа в природе потом есть игральная площадка есть купалка там место специально для купалки летом потом что у нас здесь еще но разное можно плавать на лодках снимать до лодки арендовать и плавать по озеру вот зоопарк дикий дикий парк животных ну в общем болит на разные полянки с спортивными играми это валит валитбол баскетбол теннис вот мини-гольф короче всего понемногу такая уютная здесь атмосфера то есть ты можешь как бы уйти в природу и помимо этого провести хорошо время да есть есть чем здесь заняться кто-то может все на вкус на вкус и цвета как говорится на вкус и цвет людей много сегодня поэтому приходится камеру подключать вот еще один скворечник на дереве видите классно красиво очень красота у меня сегодня в планах еще пойти на коррекцию сейчас после прогулки буду делать новые ноготочки и повязать сегодня с утра я уже немного повязала продвинулась хорошо по моему процессу об этом я сниму уже видео наверняка спас в следующий раз видео о продолжении но сейчас друзья хочу наверняка уже на этом моменте с вами попрощаться пожелать вам удачной недели хорошего старта в понедельник выходим на работу кто куда кто-то выходит в отпуск кто-то на работу кто-то в садик ведет детей в общем будни до житейские начинаются и так всем пока пока с вами была мария итак друзья прохожу уже вторую часть озера посмотрим смотрите как сладко дети построили а и КОНЕЦ 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 КОНЕЦ